Вес воздуха, атмосферное давление. На воздух, как и на всякое тело, находящееся на земле, действует сила тяжести. И, следовательно, воздух обладает весом. Вес воздуха легко вычислить, зная его массу. На опыте покажем, как определить массу воздуха. Для этого можно взять прочный стеклянный шар с пробкой и резиновой трубкой с зажимом. Рисунок 124. Выкачаем насосом из него воздух, зажмем трубку зажимом и уравновесим на весах. Затем, открыв зажим на резиновой трубке, впустим в шар воздух. Равновесие весов при этом нарушится. Для его восстановления придется положить на другую чашку весов гири, масса которых и будет равна массе воздуха в объеме шара. Опытами установлено, что при температуре 0 градусов и нормальном атмосферном давлении масса воздуха объемом 1 кубический мертор равна 1,25 килограмма. Вес этого воздуха легко вычислить. П равно g на m. П равно 9,8 ньютон на килограмм умножить на 1,29 килограмма. Получается 13 ньютонов. Воздушную оболочку, окружающую Землю, называют атмосферой. От греческого атмосфер, воздух и сферы шар. Атмосфера, как показали наблюдения за полетом искусственных спутников Земли, простирается на высоту нескольких тысяч километров. Вследствие действия силы тяжести верхние слои воздуха, подобно воде океана, сжимают нижние слои. Воздушный слой, прилегающий непосредственно к Земле, сжат больше всего и, согласно закону Паскаля, передает производимое на него давление по всем направлениям. В результате этого земная поверхность и тела, находящиеся на ней, испытывают давление всей толщи воздуха. Или, как обычно говорят, испытывают атмосферное давление. Существованием атмосферного давления могут быть объяснены многие явления, с которыми мы встречаемся в жизни. Например, мыльница и крючок на присосках, пипетка, шприц. Рассмотрим некоторые из них. На рисунке 125 изображена стеклянная трубка, внутри которой находится поршень, плотно прилегающий к стенкам трубки. Конец трубки опущен в воду. Если поднимать поршень, то за ним будет подниматься и вода. Происходит это потому, что при подъеме поршня между ним и водой образуется безвоздушное пространство. В это пространство под давлением наружного воздуха и поднимается вслед за поршнем вода. Это явление используется в водяных насосах и некоторых других устройствах. На рисунке 126 показан цилиндрический сосуд. Сосуд закрыт пробкой, в которую вставлена трубка с краном. Из сосуда насосом откачивает воздух. Затем конец трубки погружают в воду. Если теперь открыть кран, то вода фонтаном брызнет внутрь сосуда. Вода поступает в сосуд потому, что атмосферное давление больше давления разреженного воздуха в сосуде.